Композитор сегодня же побывал в комплексном центре социального обслуживания столицы республики, где встретился с участниками строительства сурского и казанского рубежей. Свидетелям тех тяжелых дней уже много лет, но воспоминания живут в их памяти. Сильные морозы, нехватка еды и отсутствие теплой одежды, суровые условия той зимы до сих пор в памяти ветеранов. Каждый, кто строил оборонительные рубежи, писал свою историю победы над врагом, который рвался в центр страны, над холодом и голодом. Композитору Александру Чайковскому очень важно передать через музыку достоверную картину тех событий. Когда абстрактно, так сказать, изучаешь какие-то исторические факты, это все, конечно, очень интересно, особенно когда ты не знаешь вообще о каких-то вещах. Но когда сталкиваешься, вот реально сидишь рядом с людьми, которые все это пережили, и сама вот эта вот эмоциональная какая-то такая составляющая, что вот эти люди, вот они вот действительно и были, как бы теми, которых ты должен сделать героями своего нового сочинения, оно очень сильно действует. В строительстве оборонительных рубежей принимали участие около 200 тысяч человек. Многих из них уже нет в живых. Истории свидетелей того времени на вес золота. Галине Николаевой 96 лет. Сейчас народ, молодожь, вообще не поймет. Но, тем не менее, народ у нас трудовой, трудолюбивый. С теми, кто не смог приехать на встречу, композитор пообщался по видеосвязи. Вспоминая пережитые трудности, сильные духом люди мечтают лишь об одном – о мирном небе над головой для своих детей, внуков и правнуков. Я желаю вам мира, просвещения, здоровья, счастья, успехов, мирного неба над головой. Ольга Семенова, Маргарита Мельникова, Игорь Зверев, Республика.